Скелет головы состоит из всех позвоночных из черепа и нижней челюсти. Берем черепу, допустим, с собой, к раннему камина. Череп собачек. Встроен он будет примерно полкоррот. А, ну челюсть выключена, тут было, если не понимаем, как это было. Так, ну примерно так же устроен волчий череп, только он более массивный, и при такой длине он был бы намного выше. Это скорее череп какой-то борзоподобный в событии. Итак, черепи у всех позвоночных выделяют два отдела. Один будет называться мозговая капсула, вот он. Так, здесь находится главная ночь. А вот этот сектор, как будет называться? Лицевой. Чувестной отдел телек, или лицевой. Но лицевой мы его называем только для человека. А у всех остальных животных вот это сильно выступающее перед лицом. Как называется? Морда. Морда. Именно это и морда. Значит, морда это никакое не ругательство. Морда это просто обозначение одного же участка головы. Так? Значит, в случае удлиненных челюстей мы такое делаем получше. Вот так вот выглядит череп любого нормального четверонокого зрения. Детали могут отличаться очень сильно. В частности, вот здесь может отличаться в строительной височной области. Форма зубов может отличаться очень долго. Но во всех случаях, какой отдел больше? Чувестной или на голову? Чувестной. Всегда чувестной больше. А у человека? А у человека горе произошло. Горе горе. Дело в том, что наши предки встали на две ноги и пошли по пути развития, мышления, речи, орудийной деятельности, социальных структур. Для всего для этого нужно сложно организованный головной мозг. Морды ставят все больше, больше, больше. Но то, что мозговое дело у наших предков увеличится, понятно. Непонятно другое. А чужестной, почему уменьшится? Чем не стали большие челюсти? Потому что, говори, очень хорошо. Челюсть отвисает. Потому что большие челюсти могут отъявить. Потому что пищу, если он понимает, что он будет удобнее есть. Ага, понимаешь, что он будет удобнее. И сразу сдобрем поддомную, для того, чтобы наконец есть ли вы эти стойки. Ребята, у вас угманули. Может быть, для того, чтобы он больше пришелся в отпечатку. Ребята, девочка простая. Голова была очень маленькая. Скажите, пожалуйста, в какой точке черепа, у нормального четвероногого зверя, череп крепится к позвоночнику? О, да. Ну, около мозга, это вот здесь. Вот здесь. Ребята, вы все понимаете, что это ждут. Крайняя, задняя, нижняя точка. Вот здесь. Вот здесь крепится к позвоночнику. Вот отсюда пошел позвоночник. Так? А теперь пробуем такого зверя поставить вертикально. Понятно, что вам приходится сделать. Скажите, пожалуйста, можно ли позвоночник изогнуть вот такой крутой дубой? В интернер ничего не будет. Просто не будет. Позвонки не обладают способностью вот настолько сильно смещаться относительно друг друга. Плюс к отману. Возникает сразу большая неприятность. В этом месте сустав. Вот здесь сустав. То есть здесь подмежно. А где центр Тершки у такого учебника? А центр Тершки у него вот здесь. В какое положение совершенно автоматически займет голова? Клосом. Носом вниз. Кстати, если вы обратите внимание, колору, лошадь, дрыбу, если его никто не тревожит, и никто не привлекает его внимания, как держит голова? Вниз вниз. Вниз, конечно, но с ума. Это равновесное положение. Но у нас тут почему так невозможно? А у нас это к первому шею приведет. Потому что тело-то ведет не горизонтально, а межрекально. Если голова попробует встать вертикально, вот здесь у нас все вовсе. Поэтому выход вовсе неприятный. На черепе надо отращивать вот такие здоровые гребни, которые будут называться поперечной затылочной гребень, и сажать в могучую шейную мускулатуру. Зачем? А это потому, что все время держать череп, очно, так, чтобы нос вниз не кивал. Славно. То есть мы получаем вот такой голос, вот таким мозгами. Она, вроде как, мозгинная большая. Вот один и один стой. В наших предках начинается вот такая стойня. Прежде всего, уезжает точка крепления черепа. Она уезжает вот сюда. Под серединку мусковой капсула. За счет чего резко увеличивается, многократно увеличивается. Размер затылочной кости. Вот эта кость, небольшая, вот эта позвоночная, у нас занимает очень большую поверхность, а именно вне отверстия. Вот было отверстие здесь, кость растет, отверстие переговоров с ума. Это первое. То есть теперь у нас точка крепления ушла в получея. Вот так. А кто приходится сделать челюстями? Челюстями. И у наших предков последние 3 миллиона лет происходят постоянные сокращения длинных лет учреждений. Вот соотношение астропиды. У наших древнейших предков вот соотношение оэрептуса. Все равно сильно выступающие челюсти. Вот соотношение о нендер-таленсиса. о нендер-таленсис. Еще короче. И вот сапиан, сапиан, и совсем короткая челюсть. Череп ровновесили, ура! Но при этом возникает большая неприятность, которую вам всем предстоит пережить. На верхней челюсти зубы должны стоять? Ага. Ага. Количество зубов не имеет права измениться. Как был 32, так и должно остаться 32. А что с длиной зубного ряда? Вообще-то у греха был вот такой. А теперь каким стал? А теперь он стал коротким. Так, значит, ну, природа здесь, конечно, исхитрялась как могла. Если вы будете когда-нибудь дантистом, ну, допустим, братькицы собираются ставить или еще что-нибудь, для того, чтобы определить ваш прикус. Что делают? Дают пластинку мягкого пластика, и вы ее зажимаете между зубами. Когда вы его понимаете, остаются отпечатки зубов на пластике. Вот эта линия будет называться зубной ряд. Такого, любого нормального зверя зубной ряд имеет вот такую форму, U-образную. Вот здесь-то резцы, вот здесь плыки, а здесь животные. А теперь у наших предков челюсть стал сокращаться, сокращаться в ту сторону зубного ряда. А он разъехался в сторону. Он стал V-образным, вот таким. Почему? Ржали очень сильно. Но даже за счет того, что изменилась форма зубного ряда, зубам все равно не хватает мозга. Поэтому последняя пара зубов прорезаются не вместе со всеми, а когда? Позже. Не просто позже, а намного позже. Ну, нет, шесть. Ага. В двадцать пять не хотите? Зубной зубной зубой. Именно так. Для последних зубов, которые вот в эти точки должны пролежаться, места в зубном ряду не хватает. Настолько сократилась длина части, что стаи, их не хватает. А они все равно растут. В результате реализация не начинает только после того, как полностью остановлен рост человека. Все вырос. Дальше мы с ним все равно не будем. Вот тогда врубается программа роста зубов мудрости. Эти бедняки как вынуждены ныреться. Так? Несколько для них нет. Зажатки. Значит, они проталкиваются, расписывая предпоследний зуб, так и к кости, основание верхней челюстной кости. Что чувствует при этом сам человек, когда у него зуб пытается протолкнуться между костяными образованиями наружу? Вот когда будут у вас резаться зубы мудрости, вот тогда вспомните все, что я вам сейчас говорю. Это наша плата, за то, что в бредке. Одна из, кстати, очень маленьких, мирных. Все остальные платы значительно более приятные. Одна из расплат за наше двумногое положение и за двумного балансировку черепа. Удобнее что? Надо помогать. Меньше места надо. А то, если вы маленькая тропка... Оленька, удобнее для чего? Для обзора. Для обзора. Меньше места надо. Слушай, а давай мы тебе одну ногу отрежем. Ведь тогда еще меньше места надо будет. Может быть, на одной еще вдох? Нет. Могу. Значит, каждый из нас совершенно по инерции считает, что то, что для него привычно, то и есть самое лучшее. А все, что непривычно, вот это все какое-то странное и, скорее всего, неправильное. Если уж вы говорите слова «удобно» и «неудобно», всегда старайтесь у себя понять, для чего удобно, а для чего неудобно. Для чего хорошо, а для чего плохо. Для человека. Отлично. Отлично. Скажите, пожалуйста, вы попали под сильнейший ураган, да? Значит, вам удобнее ставить на двух ногах на четвереньках или ездить на землю. А вы что, от этой учебники что-либо делаете? Нет. А что же вы говорите, для человека удобнее на двух ногах. Во всех веснах. На земле. То есть все. Да, хорошо. Я пытаюсь. Ну, а почему природа исцветрялась считать у человека 32 зуба, вместо того, чтобы просто сделать на два зуба меньше? Хорошая вещь. Скажите, пожалуйста, а вы очень хотели, чтобы у вас неожиданно поменялось некоторое количество других органов тела? Нет, не очень. Наш тело построено за строго определенным планом. Ну и скажите, пожалуйста, может ли без самых веских на то причин этот план меняться? Нет. Крайне плохо. Когда он начинает меняться, просто так. Вот пока нет повышенной смертности детей из-за 32 зубов. Пока носители 32 зубов, да, не начинают умирать чаще, чем все остальные, ровно до тех пор программа на 32 зуба остается. Природа очень мало похожа на общечеловеческие ценности, так, или на ваше представление о том, что такое хорошо, что такое холодно. Какие признаки исчезают в ходе эволюции? Те признаки, носители которых умирают или не размножаются. Вот слово неудобно, вы знаете, камочек в кроссовке тоже неудобно. Так, вот для признаки такого степени неудобства как-то контролироваться от формы. Конечно, не мешают размножиться и восходить всем, значит, останутся. И исчезают какие признаки? Те признаки, которые не дают оставить детей. Точка. Да, пожалуйста. А это у нас в первую очередь в шесть, и как эти зубы прорезают сзади? Последний был. Лев шесть. Не в шесть. Давайте, раз уж вас, хотя мы слишком далеко уходим от проблем рисования, я хотел вам давать вторую рисунку. Ну, давайте с зубами все-таки разберемся. Скажи, пожалуйста, а твоих-то детенышей рождаются уже зубами? Нет. 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 Так же, как все детеныши-миропитающие. А почему? Ну, что? Да, чтобы маму не изуродовать. Это понятно? Ведь первым молоком любого детеныша в летопитающегося, да, будет материнское молоко. Так что сначала через тебе зубы, затем прорезается первое поколение зубов. Вопрос. Сколько у человека, сколько раз проходит смена зубов? Один раз. Второй раз на протезах. Ой, да. Значит, у человека два поколения зубов, и проходит одно, одна смена поколения. Понятно? Первое поколение зубов. Молочные зубы. Молочные зубы, совершенно верно. Вот они-то как раз и прорезаются, да, в возрасте где-то примерно, ну, если это нормальное развитие, месяцев от 8-9, да, еще раз говорю, если это нормальное развитие. Сейчас у почти полутора процентов городской популяции рождаются дети с уже прорезанным первым зубом. То есть вот он только что родился, у него уже первый зуб прорезан. Так? Так что могут раньше, могут позже. А в среднем, так, порядка 8 месяцев. Хорошо. Прорезание прошло, но это первые зубы. Когда набирается полный набор молочных зубов. А ну, я не знаю, что родные. Ну, это 12-11 лет. Ну, вот так вот. 12-11 у вас же молочных не должно остаться. У меня есть. Ага. У меня 24. Дефекты, дефекты. Парамет, я молочная. Дефекты городской популяции. Вот сейчас действительно проблемы с зубами, так сказать, и масса других проблем с регуляцией периода в жизни, понятного, чертая наглядя. Связано это с слишком хорошим, то есть не слишком хорошим, а принцип с развитием медицины. До развития медицины плохие генетические программы просто устранялись. Относительно нервно накаживаются. Как только возникла толковая медицина, толковая социальная инфраструктура, выживая большинство детей, вне зависимости от генетических программ, почти вне зависимости. Но в результате, какие-то свои признаки, следующее поколение, какие-то следующие результаты. Каждое следующее поколение, как им рождаются? Более больным. Все более больным. Дорожка это совершенно неостановимо. Здесь ничего сделать не надо. Можно. Как? Попасть под машину. Вы имеете ввиду, лично вам это сделать. А я говорю, в качестве пути развитищих половинок. Всех засунуть под машину, это не нужно. Знаете ли я? Учета в лице. Так. А? Сами, половина. Как называется второе поколение звук, на которое происходит в фильме? Чего тут зла, ребята, ну нельзя так. Нельзя так. Вот это другое дело. Единственное правильное ответ на все. А, блин, не рад. Давайте разбираться. Вот он ваш зубной ряб. Кроме всего прочего, это нужно для того, чтобы рисовать человека, который демонстрирует такой американский смайл, да? Значит, на все 48 зубов. Я говорю, надо понимать, какие у него зубы, где и как их имеется в виду изображения. Итак. Вот вот зубной ряб. Отпечатать вашу зубу, вы вот зажарили между зубами мягкую пластинку. Ваши зубы легли вот по этой траектории. Смотрим. Левая и правая половина симметричны, совершенно друг к другу. Так что достаточно описывать зубы одной половинке друге. Это первые два крупные зуба, имеющие плоскую режущую грань. Как называется? Резцы. Резцы. Вторая пара. Какие же зубы? У них просто размер поменьше. Какие? Нет, ни в коем случае. Вот это две пары резцов. Резцы обозначаются по латыни буквой И большое. То, что сейчас я буду здесь нарядским писать, называется зубная формула. Когда вы приходите к зубному врачу, он всегда будет выписывать свое заключение по зубной форме. Это для одной стороны челюсти и два. У вас два резца. С одной стороны и два резца с другой. Дальше за резцами стоят некрупные зубы, коническая форма с одной острой горшинкой. Клыки. Клык платы не канис, собачий ноль. Так что его обозначение на формуле С. С одной стороны челюсти один зуб. Дальше. Следующие зубы. А следующие за клуками зубы будут иметь уже две вершинки. Если посмотреть сбоку, вот не сверху, как я делал, а сбоку, вот этот зуб нижней челюсти, а вот такой зуб верхней челюсти. Обратите внимание, если пища попала сюда, переживать ее, растереть можно? Можно. Вот это начало уже жующих зубов. Клыки и резцы не для разжогания, а для отрежения курса пищи. Вот эти дву вершинные зубы будут называться малые коренные или премоляры. Малые коренные. Премоляры. С каждой стороны две штуки. Пятва. Ну и наконец, совсем в глубине рта находится самая крупная наша зуба, у которых три или четыре вершины. Большие коренные зубы. Моляры. Обратите внимание, я пока рисую с каждой стороны только два маляра, хотя на самом деле должно в руку стоять три. В чем дело? Вот этот последний третий прорежется только после полной остановки вашего роста. А у некоторых людей при всем желании он даже не сможет вырваться на поверхность. Он так и останется под тишиной. Так и останется непротерывающимся. Вот это зубы мудрости. Большие коренные зубы или маляры. Маляры с каждой стороны полторы. В результате на каждой стороне челюсти человек сколько зубов стоит? Попробовали. Считайте. Восемь. Восемь. На второй половинке еще восемь. И на другой челюсти еще столько же. Сколько всего зубов у взрослого человека во рту? Тридцать два. Тридцать два. Наш полный набор. А теперь внимание. Еще раз. Как называются эти зубы? Режцы. Вот этот зуб. Малый коренный. Вот этот зуб. Малый коренный. Малый коренный. Вот этот. Большой коренный. Большой коренный. Отлично. Теперь. Пошла смена молочных зубов. У человека выпало резец. У него что, на месте резца будет вот такой зуб порослить? Нет. Зубой резец. Конечно, не коренной. Коренной. Слово коренной указывает на мест зуба на вот этой линии. Слово коренной – это адрес зуба. Где он стоит? А второе поколение зубов называется постоянная зуба. Потому что они уже меняться не будут. А коренные зубы – это указание на положение челюсти. Да, прошу. А чем отличаются малый коренный от больших коренных? Ну, давайте нарисую. Здесь смотреть по боку. Вот. Я взял и сделал рентген нижней челюсти без боку. Вот там нижняя челюсть человека. Так. Надеюсь. Каждый постоянный зуб. Закреплю в глубокой яме. Челюстная костюм. Какая яма будет называться зубная альбиова? Вот следующая зубная альбиова. Вот следующая зубная альбиова. А следующая будет имеет вот такую форму. И следующий будет иметь лактаркуровый. А следующий будет лактаркуровый. В чем дело? Вот здесь сидит первый резец. Первый крупный резец. Здесь сидит второй резец. Помимо. И здесь кто сидит? Плывок. Вот плывок. А дальше будут сидеть первый кремоляр и второй кремоляр. У каждого кремоляра две вершины. И в челюсти он крепится не одним кормом. Кормом называется часть зубов, погруженная в зубную альбиологу. У каждого кремоляра сколько корней? Два. Двойной кури. Двойная вершина и двойной кури. Вот так. Вот они. А у каждого кремоляра сколько корней? Три. Нет, четырех корней не бывает. Три. Вершины бывают четыре. А корней пять. А почему это было и объявили? Ну и скажите, какая задачка вот в этих много уголчатых зубов? Вот в этих. Вот в этих понятно. Отрежать кусок. А то в этих. Извлекать. Растирать. Вот теперь понятно, чем построение малое коренное отличается от больших корней, кроме размера. Другое количество вершин, другое количество корней. Так, значительно больше жующая поверхность, плоская верхняя. Бесп Soon. И вот так.